Тяга к литературному творчеству Елене Вячеславовне Ершовой передалась от бабушки. Песни и стихотворения Елена Ершова начала писать еще в школьном возрасте. Первым полем для экспериментов она выбрала школьное сочинение. Решила выделиться и написать его в стихах. Вспоминает, что тогда учительница вызвала родителей в школу и спросила, не помогали ли они дочке. Потом стала сочинять сказочные песни для брата и сестры. В тетрадке у повзрослевшей Елены стали появляться философские лирические размышления. Теперь педагог православной гимназии сочиняет песни для школьного ансамбля «Перемена». Как я пришла в гимназию, моя директора, она сразу же увидела во мне какие-то такие положительные стороны. И уже в первый же год я написала гимн для нашей гимназии и участвовала в конкурсах композиторских. То есть она меня на региональный тур какой-то, даже была сочинена песня для всероссийского конкурса. По-моему, первый канал проводил какой-то конкурс, я не помню, то ли патриотической песни, то ли как. У меня туда была песня сочинена, мы ее записывали, отправили. С самого начала уже моя директора знала о моих каких-то способностях и всячески помогала, направляла где-то и помогла мне понять, что это может быть не только в рамках семьи или хобби такого закрытого, а что это может быть интересно и другим людям. После вуза свою педагогическую деятельность Елена Ершова начала в православной гимназии города Градца. Поработав там воспитателем, она вернулась в Саров и стала педагогом в воскресной школе. В 2009 году Елена Вячеславовна была уже в числе сотрудников в новой открывшейся школе Саровской православной гимназии в должности заместителя директора по воспитательной работе. Она руководит всей внеурочной деятельностью учреждения, организовывает поездки, массовые школьные мероприятия, праздники, спектакли, детские проекты, курирует дополнительное образование. Работа внешкольного педагога разнообразная и очень обширная. Любое взаимодействие с родителями, с педагогами и опять же с учащимися, которые могут в любой момент к тебе прийти и попросить какой-то помощи в том или ином моменте. Вот как такой соработник со всеми и со вся, чтобы весь организм этот работал, крутился и приносил плоды свои. Вот я выступаю в роли такого человека. С одной стороны это тяжело, но с другой стороны это и достаточно интересно, потому что постоянно что-то новое. То мы готовимся ко дню самоуправления, то мы готовим балл там с ребятами, то снимаем школьную передачу и так далее. Главное зажечь детей. То есть вот основной момент. То есть я должна быть всегда позитивной, веселой, радостной, потому что детям всегда это нужно, это всем нужно. Как я говорю родителям даже, которые приходят на 1 сентября, моя основная цель сделать жизнь ваших детей запоминающейся, яркой и такой счастливой. Ну что дети запоминают в школе? Конечно, какие-то мероприятия, где они сами принимали участие, что-то яркое, интересное, выразительное. Вот студенты так и говорят, встречаемся где-нибудь, они говорят, вспоминаем, любим. Но сейчас такого нет. То есть вот значит, что-то удалось дать ребятам. Но прежде чем быть для всех помощником и добрым другом, надо самому наполниться и вдохновиться. Для Елены Ершовой источником силы выступает творчество. Она пишет песни для ансамбля перемена к различным гимназическим мероприятиям, спектаклям, полам, праздникам. Сама расписывает партии для инструментов, советуется с детьми, как лучше представить композицию. Так творчество Елены Вячеславовны не уходит в стол, а находит своего слушателя и поклонника. Можно сказать, что ансамбль вырастал с первого класса. Дети, которые осваивали музыкальные инструменты, постепенно стекались в коллектив. Авторские песни перемена стала исполнять тоже не сразу. Для некоторых школьников возможность играть в ансамбле стала стимулом для того, чтобы учиться в музыкальной школе или не бросить ее. Я просто пришла к первоклассникам, а у нас тогда был только один класс, только первый, и сказала, ребята, у меня есть такая мечта, чтобы у нас был ансамбль на разных инструментах. Как думаете, здорово, здорово, они мне сказали. Я говорю, вот было бы здорово, если бы Алексей на следующий год пошел бы на флейте учиться. Представляешь, Леша, ты бы на флейте играл. И какое у меня удивление было на следующий год, когда этот Леша пошел играть на флейту. Пошел, то есть вот получилось у меня донести до ребенка, и ребенок отучился и играл на флейте, потом он освоил гитару, и это был первый наш гитарист, с которым мы первые песни пели. Когда коллектив стал участвовать в школьных спектаклях, тогда у перемены появилась возможность исполнять авторские тексты, которые сочиняла Елена Ершова. Потом в гимназии стали появляться и другие праздники, соответственно и репертуар у ансамбля расширился. Так молодые музыканты с каждым днем все увереннее держали в руках инструмент, росли профессионально. Ансамбль «Перемена» получил свое название из-за того, что раньше школьники репетировали в любую свободную минутку, в основном на переменах. Сейчас музыканты выросли профессионально, подходят к делу серьезно, и репетиции проходят чаще и усерднее. Вот здесь коллектив работает на создание своих музыкальных композиций. Пойдемте заглянем к ним и увидим их внутреннюю кухню. Вокал, гитара, флейта, скрипка и синтезатор. В составе ансамбля «Перемена» сейчас пять человек. Ребята разучивают новую песню, разбирают свои партии. Елена Вячеславовна в это время помогает, подсказывает и направляет. Некоторые ребята пришли в коллектив недавно, а кто-то здесь уже на протяжении восьми лет. И за эти годы ансамбль стал неотъемлемой частью жизни. Скрипачка Полина Русина играет в коллективе с третьего класса. Профессионально наш ансамбль однозначно вырос, так как сейчас нас начали замечать, приглашать на выступления, на звукозаписи. И репетиции, конечно, стало больше по количеству. Внутри ансамбля мы все в хороших отношениях, дружим, весело проводим время и отлично срабатываемся. Ансамбль «Перемена» и сам не ожидал, что их заметят. Ребята сняли клип на одну из песен, выложили в интернет, а потом с педагогом связалась Нижегородская епархия. Школьный коллектив позвали на радиостанцию «Образ» в Нижний Новгород и предложили записать песню в студии звукозаписи. Саровчане дебютировали на радио с пасхальной песней «Обыкновенное чудо», а позже телекомпания «Образ» сделала клип на эту композицию. ПЕСНЯ Гитарист ансамбля Егор Липов занимается музыкой с 7 лет. Молодой человек пошел по стопам своей музыкальной семьи. Четыре года назад Егор закончил музыкальную школу по классу классической гитары, а потом освоил акустическую, электро- и бас-гитары. В коллективе гимназист играет второй год. Об опыте звукозаписи на радиообраз вспоминает с улыбкой и благодарностью. Там было чему поучиться. Когда я приехал на радиообраз, я сначала не очень понимал, чего там конкретно будет. Звукорежиссер был в тот день какой-то хмурый, поэтому его все опасались. Но мне все удалось нормально записать. А когда второй раз уже приехали, то получилось еще лучше, потому что там аппаратура, видимо, другая была. У звукорежиссера было настроение получше, и как-то даже все быстрее получилось. Мне очень понравилось, и воспринимаю это как опыт важный, который мне в дальнейшем пригодится. Участие в ансамбле помогает гимназистам развивать музыкальные навыки, повышать свой уровень, с каждым днем становиться на ступеньку выше. Помимо этого, в коллективе ребята всегда чувствуют поддержку Елены Вячеславовны Ершовой. Ее доброе слово «Настрой» помогает музыкантам и на сцене, и в жизни. А композиции ансамбля «Перемена» становятся лучиком света и надежды для всех, для исполнителей и слушателей. Мне нравится, что благодаря ансамблю я нашла себе единомышленников, друзей, и теперь у меня друзья не только одноклассники, но и дети из других классов, с которыми у меня много общих интересов. Это очень ценно. Но важно еще и то, что мне нравится сама музыка. Она необычная, очень светлая, и когда я ее пою, мне кажется, что я становлюсь лучше. И люди, которые в зале, они тоже всегда откликаются. Это очень мне нравится. Ансамбль дает мне новые эмоции, приятные впечатления, опыт и знакомство с новыми людьми. А как вам Елена Вячеславовна помогает? Она подсказывает, как правильно сделать, как лучше, и морально настраивает на какие-то выступления. Я играю на фортепиано. Мне нравится в ансамбле, хорошие друзья, хорошая атмосфера. Мы часто ездим куда-то выступать. Ансамбль продолжает сотрудничать с радио. Недавно они вернулись с творческой командировки. В Нижнем Новгороде перемена записала новую песню «Дождь», которая уже вышла в эфир. Теперь все новые композиции гимназистов можно будет слушать на радиостанции. Мы планируем еще осенью к ним поехать. Нам говорят, у вас как что-то новое появляется, сразу звоните. И это очень приятно. Потому что я на самом деле скажу, я никогда не думала, что вот так вот будет такой отклик на мое творчество. Вот честно, никогда не думала. Я радовалась уже тому, что дети хорошо воспринимают, им это нравится. В школе нравится, родителям нравится. А то, что радио понравится и слушателям понравится, вот это очень приятно. Старшеклассники ансамбля скоро закончат школу, поэтому они подбирают себе замену, присматриваются к младшим ребятам, планируют сделать настоящий кастинг. Сейчас главная задача, которая стоит перед ансамблем и перед его руководителем Еленой Яшовой, удержать ту планку, которую они достигли. Это тоже достаточно сложно, потому что, например, двое наших ребят, они выпускники в этом году. И тоже нужно, хотелось бы ряд песен успеть с ними записать. Потом, с другой стороны, я понимаю, что второй половине года я их тоже не должна особо дергать. То есть мы уже будем пробовать молодых ребят. Поэтому, как сказать, процесс работы с детьми, он постоянный. То есть сказать, что новая планка – это набрать новый коллектив, скажем так. И это уже великое дело, потому что это будет достаточно сложно, потому что они будут однозначно младше, они будут однозначно слабее тех детей, которые сейчас на настоящий момент у нас играют и поют. Поэтому это требует определенных усилий и определенной работы. То есть это уже непросто. Поэтому наша деятельность состоит в том, чтобы оставаться на плаву, продолжать свои праздники, свои мероприятия, то, что у нас запланировано, и умудряться еще несколько раз в год съездить на радиостанцию с несколькими песнями. То есть если мы по одной песне возили, то сейчас мы хотим возить побольше песен, чтобы за раз записывать несколько песен. Но это тоже своего рода рост и движение дальше. Педагог признается, что ей каждый раз хочется написать следующую свою песню лучше предыдущей. Разговаривая про рецепт успешной композиции, Елена Вячеславовна отметила, что автору должно нравиться то, что он пишет. А еще немаловажную роль играет музыка. Тебе нравится должна тема, нравятся образы, которые ты видишь. То есть ты должен целиком видеть картинку. И потом ты понимаешь, что удалась песня только когда дети начинают сами ее петь. Вот они сами приходят, и у них в голове сидит, например, эта песня. Ты думаешь, надо же, это же твоя песня, у них там в голове сидит. То есть им нравится, и они поют. Ну, здесь, конечно, тоже постоянно нужно, чтобы была красивая музыка. Вот песня все-таки хороша музыкой. Даже не текстом, который ты... Это тоже важно, конечно, что ты там сказал. Но если музыка красивая, если она воспринимается душой человека, да, то тебе и песня нравится. И ты начинаешь слушаться, о чем же песня все-таки, что же там дальше сказано. Поэтому все равно упор на музыку делается. А еще при написании песен и партий руководитель ансамбля подстраивается под диапазоны и возможности своих воспитанников. Строчки складываются в тексты под влиянием вдохновения от окружающего мира и людей. А еще Елену Вершову очень здорово стимулирует и вдохновляет многими нелюбимое слово «надо». Лен, ну надо! Ну надо написать! Ну кто еще? Ну давай! Вот то, что я кому-то нужна, то, что вот нужна моя помощь, прям вообще стимулирует. Да, поэтому я очень быстро отзываюсь. Бывает, смотришь на человека и что-то у тебя рождается. Ты в нем видишь там героя какого-нибудь. И рождается песня, и человек даже может не знать, что про него написали песню. Вот у меня есть такие песни о некоторых людях, но они так завуалированы, что человек никогда не поймет. Но может быть, если ему сказать, что вот я про тебя песню написал, вот интересно было бы посмотреть на реакцию. Кому-то, может быть, скажут, да ладно, я не такой. Или, может быть, наоборот, обрадуется. Надо же, я вдохновил там человека на написание песни. Такое тоже есть. Ну, не часто, но на протяжении всей жизни у меня вот есть такие просто люди, которые встречаются у меня. Они какие-то яркие, например, или запоминающиеся. Как мы уже говорили, работа внешкольного педагога очень большая и разносторонняя. Елена Вячеславовна Ершова постоянно взаимодействует с детьми и родителями. Помогает, подсказывает и направляет. За годы педагогической деятельности она выработала свой подход к школьникам. Елена Ершова не боится быть с ребятами на одной волне, шутить с ними. Поэтому и чувствуется легкость и непринужденность, которая присутствует в общении взрослого и детей. Если педагог не любит детей, он в школе долго не продержится. А если ты любишь детей, ты их будешь внимательнее слушать, помогать, более отзывчивым будешь. Как сказать, я много шучу с детьми. Мы так бываем на одной волне. То есть я никому не отказываю никогда в помощи, в поддержке. Поэтому вообще вся моя работа состоит из того, чтобы я помогала. Помогала учителям, родителям, детям, которые ко мне обращаются. И выстраивала уже траектории, какие-то взаимодействия и помощи. И сама воспитательная работа вот на этом строится. То есть я как такой великий помощник. Не все мы вся. Поэтому я считаю, что любой педагог, который учится, например, в педагогическом или собирается идти в школу, он должен четко понимать, люблю я детей или не люблю. Если у человека нет такой какой-то тяги к детям, то ему будет сложно и тяжело. Ребенку можно дать намного больше, если воспитывать в нем православный характер, считает Елена Вячеславовна. Сюда входят и нравственные, и образовательные аспекты. Гимназия направлена на то, чтобы дать ребенку не только то, что нужно, но даже чуть больше. Это касается и дополнительных предметов, и воспитательной работы. Перед педагогами здесь тоже открыты возможности для саморазвития и творчества. За все это Елена Ершова любит свою работу и место работы. Я бы сама, например, реализовать вот даже свои творческие способности я бы не смогла. Я не могу разом играть на всех инструментах, да. Я не имею, возможно, такого там красивого голоса, как некоторые наши дети даже имеют, да. То есть я еще и черпаю силы, и вдохновение, и реализовываю свои творческие способности. Поэтому мне очень комфортно работать в нашей гимназии, в православной среде. Вот с моим коллективом, с моим директором замечательным, который меня на все вдохновляет, поддерживает. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16. Субтитры создавал DimaTorzok